Давайте откроем Иван Леотеана, 4 глава. Вы помните, там рассказ про Самарянку, но я не о Самарянке буду говорить. Я говорю о ситуации в нашу жизнь. Вы знаете, Самарянка подходит к Иисусу душевно. Она флиртует с Ним. Мы часто флиртуем с тем, что не знаем и не осознаем. Вы знаете, когда они стали возле горы и начали флиртовать с Богом, они построили себе тельца и начали делать. Вы знаете, есть душевное, которое должно быть разрушено. И душевность – это то, что мешает духовному прорваться. Я хочу, чтобы не шумели так тихо стучить дверями. Хорошо? Аллилуйя. Группа порядка, смотрите за этим. Смотрите. Когда же узнал Иисуса дошедшим фарисеям слухи, что они более приобретают учеников и крестят, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять куда? В Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Ему просто надлежало это сделать. Он случайно там оказался, можно сказать. И тут интересно дальше. И так приходит один он в город Самарийский, называемый Сихарик. Он мог оказаться в любом другом городе. Послушай внимательно. Бог на этом месте. Послушай внимательно. Бог мог оказаться в любом другом месте. Он проходит мимо. Он просто идет по дороге. Он следует по определенному пути. Вы знаете, есть путь благословения и пробуждения. Есть путь определенный. Можно, пускай мне нравится. Не, оно не мешает мне. Чуть-чуть вниз просто опусти. Мне как раз приятно, когда оно дует. Аллилуйя. Есть путь, по которому Бог действует своим пробуждением. Было пробуждение там, было пробуждение там. Но послушайте, его разрушают душевные люди. Пробуждение разрушается душевными людьми. Душевность, она убивает любое пробуждение. Вы помните, что происходит? Ученики, они идут. Дальше давайте прочнем. Интересно. Прекрасно. Тогда был, там был колодец Иаков. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Он сказал это не прося, а требуя. Он выглядел святым человеком. Слушайте внимательно, я хочу. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог действует через людей. Когда мы проходим и видим, что определенные вещи происходят, есть святые люди, есть люди, которые несут благословение, есть люди, которые идут и следуют путем. А мы не ценим ими из-за душевности. И он потребовал у нее воды. Но она ему говорит по своему рассуждению. Ибо приходит женщина, и ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь у меня пить у самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал в ответ, если бы ты знала дар Божий. Послушайте внимательно. Всегда, когда Бог проходит мимо твоего жилья, твоего дома, это дар и подарок судьбы. Каждый раз, когда я прихожу на служение, это подарок судьбы. Это подарок Божий для меня. Но душевность разбивает. Меня не похвалили. Мне неправильно сказали. Мне не улыбнулись. Мне что-то сделали не так. Душевность, она разбивает. Наш стереотип и наше представление, неправильное представление, может быть, или правильное представление о Боге. Почему? Ну, нам хочется, чтобы все было очень красиво, благопристойно. Но если вы понимаете, Он утрудился, и Он уставший был человек. Он не подходил под описание Сына Божьего. Он был святым человеком, путешествующим в Иерусалим. Но для самарян это ничего способного, ничего такого не похожее. Он был человеком для них, ничего особо незначущим. Вы знаете, часто мы так видим, но Бог хочет проговорить нам через незначущее, для того, чтобы ты ценил каждым и каждым человеком. Есть люди, которые не ценят тем, что мы имеем. Мы стоим в прославлении, хвалим Бога, прославляем Бога. Мы можем бросить и оставить это. Послушай внимательно, значит, Он не нужен. Они не нужны, потому что человек должен ценить тем, что он приобрел в Господе, получил в Господе. Если я приобрел свободу, я должен ценить эту свободу. Если я приобрел благословение, я должен ценить этим, потому что он заплатил большую цену за это. Нам просто это подарок. Слушай внимательно. Он проходил мимо, он мог проходить мимо другого дома. Он просто коснулся тебя. Он просто зашел в твой дом. Он просто обедал вместе с тобой. Но это подарок. Скажи, Бог благословил меня, чтобы я имел этот подарок. Что я должен делать? О, послушайте внимательно. Была такая женщина, Мария. Мне нравится Мария. Знаете почему? Потому что он проходил мимо их дома часто. И он пришел и проповедовал. Знаете, что делала Мария? У меня есть подарок. Она села у его ног и слушала его слово. Слушала, и она не переставала наслаждаться тем, что она получает. Мы часто теряем этот подарок, потому что мы перестали наслаждаться словом Божьим. Наслаждаться откровением Иисуса Христа. Знаете, Марфа, она неплохая. Она хорошая. Она суетилась о многом. Она делала большое угощение. И она говорит Иисусу, слушай, Иисус, тебе что, нужды нет? Душевность разрушает всякие благословения. Все благословения, которые ты можешь приобрести. И мог приобрести. О, он на меня, тебе нужды нет. Он не похвалил Марфу. Помните? Хотя должен сказать, ой, Мария, ты, может, подойдешь, поможешь ей. Мы же кушать все должны. Но он не похвалил ее. А что он сказал? Ты заботишься и беспокоишься о многом. Но одно надлежит тебе. Одно должно быть у тебя в сердце. Желание одно. Вы знаете, нельзя разбиться между двумя желаниями. Между двумя девушками. Братья, послушайте, если... Знаете, есть такая комедия за двумя зайцами. Никак он не сумел это, да? За двумя девушками. И той не угодил, и этой не угодил. Нельзя угодить двоим. Слушай, если ты любишь ту одну, идешь за одним, следуешь в одном. Я не верю, что можно, смотрите, сидеть в церкви, а слушать другое. Быть в другом. Направление другое. Послушайте, я не верю этому. Потому что она слушала этот мир, который говорит, если ты плохо покормишь всех остальных, значит, душевность, она разрушает все духовное. Скажи, душевность не должно быть. Когда ты служишь Богу, слушай, забудь про все. Забудь про свою машину, забудь про свою уборку, забудь про свой утюг, забудь про все, потому что надо слышать, что Бог говорит в твое сердце. Если ты не готов слушать, ты спишь, потому что ты устал, тебе хочется заняться своими делами. Послушай внимательно. Ты пропустишь самое важное. Может, встанешь, сразу уйдешь. Вставай и уходи. Время. У тебя всегда время. Но послушай, мне нравится одно. Когда он разговаривает с самарянкой, когда он говорит с самарянкой, он что-то ей говорит. Он говорит ей правильные вещи, которые она должна будет усвоить. Но перед этим она флиртует с ним. Женщина говорит, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Одиннадцатый стих. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец? Сам из него пил и дети его, и скот его. Иисус сказал, всякий пьющий эту воду возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам, ему сделается в нем источником воды в текущую вечную жизнь. Он дает такое откровение глубокое, и она продолжает флиртовать. Знаете почему? Потому что у нее другая волна. Послушай, очень тяжело перестроить волну, очень перестроить тяжело, и он цепляет ее за больное. Знаете за что? Послушайте, я хочу, чтобы вы услышали. Часто нас проповедь цепляет за больное. О да. За тяжелые вопросы, которые нам не нравятся. И знаете, интересно, Иисус говорит ей, кто будет, женщина говорит, господин, дай мне этой воды, чтобы мне и не жаждать, и не приходить сюда. Иисус говорит, пойди, позови мужа. Сразу же, с лету. Где муж? Давай будем с мужем разговаривать. Через мужа говорить, потому что ты не слышишь. Послушай внимательно, некоторые жены не слышат. Они тебе улыбаются. Но когда ты... Слушай, остановись. Позови мужа. Надо пресекать некоторые вещи. И в церкви надо пресекать душевность. Знаете почему? Потому что то, что говорит Иисус, Он может спасти ее, Он может изменить ее. Вы знаете, часто в нашей жизни душевность мешает для того, чтобы духовное прорвалось. Чтобы эта вода стала живой, чтобы эта вода стала источником воды живой. И мы хотим, чтобы нас гладили по головке в церкви, любили нас, холили и лелеяли. Нам не нравится, когда нас бьют. Нам не нравится, когда с нами стру. Нам хочется, чтобы нас душевно водили, убирали, кормили. Но Иисус говорит, Марфа, ты заботишься и печешься о многом, а одно только нужно. Послушай внимательно, что тебе нужно? Ты думаешь, что ты угодишь всем? Нет. Ты думаешь, что ты изменишь этот мир душевностью? Нет. Ты можешь что-то сделать для этих людей вокруг тебя? Нет. Знаете, мне говорили, вот, надо делать добрые дела и так далее. Красный крест делает добрые дела. Он изменил мир? Иисус ничего не делал, пошел на крест, но Он поменял все. Слушай внимательно. Это не значит, что нельзя и не надо делать добрые дела. Добрые дела, они обязательно важны. Но это должно быть из того, что ты имеешь внутри. Если это душевность, то оно разрушает тебя. Оно делает тебя неспособным творить большие вещи. Как вы думаете, Иисус на кресте, это больше, чем достаточно? Или же пускай Он бы ходил и водил еще за собой пять тысяч человек и водил их, чтобы они были накормлены, напоены. У них все было и ничего им за это не было. Скажи, надо разрушить в моей жизни душевность. Я был душевный человек. Я вам честно говорю. Душевность, она разрушает. Она неправильно действует. Она неправильно направляет наши мысли, наши желания. Она ведет нас от Бога. Мы ходим вокруг одного и того же места. Потому что душевность говорит, ты не войдешь туда. Там большие люди. Они тебя сожрут с потрохами. Скажи, все возможно верующему. И это исходит из духа. Все возможно. О, я не могу славить, потому что у меня сил нет. У меня нету того. Все исходит. Он говорит, если во мне есть стержень, если во мне есть дух, то все остальное приложится. Они думали, что его убили. А он третий день воскрес. Они думали, что он ничего не сделает уже с тем, что они сделали. Послушай внимательно. Сколько вас человек уже похоронило, чтобы не видеть вас. Не слышать о вас. И душевность говорит, докажи всем. Не надо никому доказывать. Просто будь в духе. Если ты будешь в духе, твоя жизнь поменяется. Я не проповедую о самарянке. Заметили? Но я взял самарянку для того, чтобы брать этот пример. И знаете, это должно разбить твое мышление. Почему? Потому что самарянка, она услышала в свою жизнь. Слушай, тебе не муж нужен. Тебе слово нужно. Тебе надо услышать слово в сердце. А муж это зацепило. Потому что он начал со слова. Скажи аминь. Когда мы слушаем слово, оно меняет нас. Оно дает нам мир. Оно дает нам успокоение. Оно дает нам веру. Оно дает нам крепость. Мы становимся сильными. Мы укрепляемся в Господе. Мы сильны чем? Верой. Праведный, своею верою жив будет. И это не душевность. Если я сегодня духовно не наполнен. Отвлеченный пример. Расскажу. Вчера идем мы по Одессе. Так хорошо. По Дерибасовски. И там служение идет. Какая-то церковь. И выходит какой-то пьяный парень. Из церкви, из служения. И никто с ним не общается. Потому что он выпивший. Я бы такого выгнал вообще. Но что-то мне захотелось с ним поговорить. Наши врачи идут. Все идут. И я иду с ними. И он подходит ко мне. И начинает рассказывать. Я спрашиваю. А что здесь такое? Я уже понял, что там такое. Он говорит. А здесь церковь. Собрание было. Приезжал какой-то большой проповедник. Он не помнит. А я спрашиваю. Откуда ты? Он говорит. Я из Киевской области. Был в Виннице. Меня обманули. И начинает жаловаться. 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 Я говорю. Ты обманщик? Его зацепило это. Он еще квартала два прошел со мной, разговаривая. И знаете, что он спрашивает меня? Вы пастырь? Его зацепила не душевность, а то, что я знал, кто он такой. Я ставил свой телефон и говорю. Когда доедешь до Киева, можешь набрать. Пообщаемся в трезвом состоянии больше, глубже. Но я сказал. Ты обманщик. Вы знаете, здесь столько обманщиков. И когда им говоришь правду, он все бросает и ничего не хочет. А этот проводит меня еще дальше. Его зацепило. И я думаю, что ему придет на память то, что он еще и не свободный. И я говорю, ты не хочешь получить освобождение. Тебе приятно, когда тебя жалеют, холят, лелеют. Но я тебя жалеть не буду. Тебе надо жизнь. Тебе надо вода живая. Вы знаете, ради этого одного человека можно съездить было в Одессу. О, не верите? Иисус Самарянку ради нее проходил мимо. Мы не знаем, через кого пробуждение начнется. Мы не знаем, через кого придет сила. Мы не знаем, как Бог обернет его жизнь в одно мгновение. Это не мы делаем, это Бог делает, правда? И вы знаете, мои врачи ждали меня, пока я с ним пообщаюсь. Я говорю, ты идите уже на поезд. У нас поезд должен быть. В камере хранения на одном номерке было две сумки. Моя и с тем, кем я ездил. И я понимаю, что он бы уехал без меня. Но ничего страшного. У меня были деньги. Я бы мог доехать и другим способом. Чуть-чуть дольше было бы. Но душевность разрушает наше понимание правильное о Боге. Бог есть Дух. И слушать Его надо Духом. Когда я начинаю слушать душевно, я оставлю Его. Потому что ученики, которые слушали Иисуса Христа, и они слышали то, что Он говорит, «Хлеб, который я дам вам есть, это плоть Моя, которая будет ломима за вас. Кровь, которую будете вы пить, это кровь Нового Завета». Послушайте внимательно. Старый Завет заканчивается Иисусом Христом. Он дает Новый Завет, и Он говорит, слушайте, я дам вам пить, и вы станете Моими. Только тогда, когда пьете Мою кровь, не участвуете в том, что участвовали евреи. Евреи становятся евреями, когда выходят из Египта, потому что они должны умереть. Но они выжили, потому что Бог так захотел. Но послушайте, я хочу, чтобы вы услышали меня, потому что кровь и тело Иисуса Христа – это то, что делает нас причастниками. Духовный и душевный. Духовный и душевный. Тот Завет был душевным, плотским. Нынешний Завет, он духовный. И Библия говорит, духовный может судить о душевном. Вау. Мы круче, мы сильнее, мы умнее, когда мы идем и следуем за этим. Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали дальше. Женщина говорит, Господи, а у тебя было пять мужей, он сказал ей, которого имеешь, не муж тебе, справедливо, ты сказал, никому не говори. Какая я? Но она так не сказала. У нее открылись уши. Видно, ты пророк. Теперь ее ухо открыто. Но она пытается, уйти от проблемы. Знаете, что она говорит дальше? Знаю, что придет Христос, Он расскажет нам все. Ты не похож на Иисуса, на Христа, на Мессию. Ты не похож на того, который должен прийти. Мессия, который придет, Он во славе, Он велик, а ты просишь воды. Интересно. Иисус говорит, поверь мне, есть такой момент, когда Бог говорит простую вещь, и этому нужно поверить. Он редко говорил поверь, но Он говорил именно там, где надо было верить. И Он говорит интересное. Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме, будут поклоняться Отцу. Аллилуйя. О, Он открывает такую тайну. Он говорит о том, что будет происходить, после того, как будет разрушен храм, после того, как будет разве... весь Израиль будет разбит. Рассеян, я извиняюсь. Рассеян. Смотрите. Иисус говорит, поверь мне, вы не знаете, чему вы кланяетесь сейчас. Спасение от кого? Это предсказано. Это Слово Божие говорит. А мы знаем, чему кланят. Ибо спасение от Иудеев. Послушай внимательно. Духовное рождается в поклонении. Почему Он и уделяет? Слушай внимательно. Еще раз говорю. Духовное не начинается в прославлении. Духовное начинается в поклонении. И первое то, что нам надо сделать в нашей жизни, это начать поклоняться в Духе. для этого не надо музыки. Для этого не надо игры, даже музыкальных инструментов, пения. Ничего не нужно. Слушай внимательно. Для этого нужен ты со своим желанием. Поверь мне. Поверь мне. Нас заводит музыка. Хорошее пение. Но поверь мне, не этого Бог хочет. Вы знаете, пробуждение начиналось не так. У них не было инструментов музыкальных. пения. Ничего не было. Знаете, что было? Дух Святой и желание. Желание и Дух Святой. Это гремучая смесь. О, прогремела так, да и камни. Понимаете меня? Кто из вас понял? Смотри, я участник того, что Бог говорит. Я участник пробуждения. Я участник хвалы Божьей. Я участник поклонения Божьего. И я хочу поклоняться в Духе истине. Мне надоело поклоняться Богу на горе, в храме. Мне надоело делать вещи, которые делали все. Мне надоело делать то, что делают все. Я хочу поклонения в Духе истине. Я хочу того, что Бог мне сказал, вы знаете, и глаз того не видел, и ухо того не слышал, а что Бог приготовил, послушайте, Он может открыть это в поклонении. И Он дальше говорит, интересно, Бог есть Дух. А, Он ищет в себе таких. Настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таковых, смотри внимательно, Он не ищет в себе голосистых, певучих, хорошо играющих, еще раз скажу, профессионалов, хотя это неплохо, я за. Если человек не играет и не поет, а хочет выйти и всех поразить своим пением, то Ему надо очень много постараться поклоняться, то ли ночью, то ли днем. Иисус, утрудившись от пути, Он напоил ее. Он напоил ее до глубины, Он дал ей то, в чем она нуждалась, и она искала это всю свою жизнь. Послушайте внимательно. Я знаю, что некоторые из вас, некоторые из вас не получили некоторых вещей только по одной причине. Потому что вы ищете в душевном, а Бог есть Дух. Надо взять в Духе. О, давайте начитаем. Бог есть Дух. Скажи своему соседу, Бог есть Дух. Ты слышишь меня, Бог есть Дух? О, Он не душа. Кто-то поддержку в братья ищет, в сестре, там еще в ком-то. Слушай, проклят всякий. Я вам новость сказал. Проклят всякий, надеющийся на человека, и плоть, делающий своею опорою. Душевная связь. Надо их сразу перерезать. Тогда ты будешь искать в Духе. Тогда ты будешь искать Иисус. Говорит ей о тех главных, глобальных вещах, которые в ее жизни являлись основополагающие поклонения. На горе. Оно терзало ее. Она не получала удовлетворения из-за этого. Вы знаете, если ты не получаешь удовлетворения из-за того, что ты что-то делаешь, значит, просто ты делаешь это не так. Надо что-то попробовать другое. Скажи «Аминь». Или будем упорствовать дальше. Смотри, Бог есть Дух. Поклоняющийся, должен Ему поклоняться в Духе. Мне нравится ночная молитва. Тут надо прорываться, бывает. Правда? Тут бывает надо что-то сделать с собой, умертвить свою плоть. Правда? Кто из вас понимает о чем? Переступить через многие вещи. Ночная молитва, она делает определенные вещи с нами. И Иисус поклонялся часто ночью. Вы знаете, дьявол желает убить, украсть, убить и погубить. Но последнее то, что он губит, твое желание и жажду. Слушай, погубить душу может он только через то, что просто сделает тебя душевным. Бог делает нас сильными в Духе. И душа наслаждается Духом. Она в благословении, когда я в Духе. Мне нравится. Бог желает, чтобы мы ходили в Духе. Но наступает время и настало уже. Наступает, что он будет искать таких. Он не ищет себе тех, которые не хотят следовать за ним. Вы знаете, почему он вас призвал? Он просто что-то ищет вас. Еще расскажу. Он что-то ищет вас. Он ищет духовное, чтобы наполнить и насладиться тем, что есть. О, он похож на меня. Он сын мой. Он может поклоняться в Духе. Он ищет подобие себе, потому что он создал человека, похожего на себя. А Бог есть Дух. Он не душа. Он не плоть. Он есть Дух. Он ищет себе такого же. Он ищет похожего на себя. И вы знаете, пускай он со своими манерами, пускай он не прав в некоторых вещах, но он ищет поклонника в Духе. Поклонника в Духе. Скажи, Бог ищет меня. Бог ищет. Когда ты понимаешь это и осознаешь, что-то нужно сделать. Поверь мне, наступает время. Уже наступает время. В твою жизнь пришло это время. Поверь мне, если ты услышал меня, оно что-то ранило, что-то убило в тебе, что-то не нравилось, а кто-то спал просто и проспал, значит, это тебя не касается, значит, не твое еще время. Но если ты услышал меня, скажи, мое время. Женщина говорит, знаешь, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит, это Я. Время настало. Скажи, время настало, когда Христос мне открылся, когда Христос мне открылся, Он даст мне Слово, Он направит меня, мне просто надо искать поклонником, стать в Духе Истине. Мне надо искать вот этого поклонения. Мне надо быть на ночных молитвах, искать присутствие Божие, искать, где Он, а не искать то, что есть у Него. Некоторые так находятся, в таком положении. Это душевность. Хотел много примеров вам привести, но не буду. В это время пришли ученики, удивились, что Он разговаривает с женщиной. Однако же не сказал никто, что ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой. Смотрите внимательно. Она даже то, что ее она оставляет. Слушай, есть вещи, которые надо оставить в твоей жизни, они душевные. Водонос. То, для чего она пришла туда, она оставляет. Я хочу, чтобы ты услышал. Ты услышал меня. Каждый из вас услышал меня. Для чего я пришел сюда, я должен оставить. Это мой водонос. Если я услышал что-то для себя, я должен оставить. О, ты потом заберешь это, если захочешь. но тебе надо оставить свое желание, свои мысли, перестать жить так, как ты жил раньше. Она по привычке ходила с водоносом и возвращалась с водоносом, но тут она возвращается без. Хорошее дело привычка, но пора их менять. Вы знаете, привычка это вторая натура, это характер, это то, что надо поменять в нас. И Бог это меняет через проповедь, через прикосновение нашего духа. И если у нас привычка сформировалась, то ее трудно разбить, ее нужно разбить, но ее трудно разбить. И смотрите, что происходит дальше. Она приводит весь город к нему. Водонос. Она не за водоносом пришла, она пришла уже к Иисусу так, как надо. Вы понимаете меня? Кто из вас понял? Кто из вас услышал? Она уже приходит не за водой, ее вода уже не интересует, она приводит весь город. Пробуждение начинается с духовных людей, не с душевных. Душевные все рушат, они разрушают все. Духовные они разбивают стереотипы, понимания, желания, которые сформировались у нас. Мы же делаем как все, как видели раньше. Послушай, время взять в духе и делать по-новому. Время взять в духе и делать по-новому. Скажи, наступило время, поверь мне наступило время взять в духе. Бог что-то делает с нами, но для этого нужно вам захотеть. Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня. Как мыслит духовный человек? Он не думает о себе, он не эгоистичен. Как только ты сталкиваешься с эгоистом, который думает только о своем, думает о том, как позаботиться о себе. У меня столько дел, я так устал, я так утомил. Иисус устал. Бегите от этих людей. Они разрушают вас. Знаете, они заставят вас делать то же самое. Вам надо духовные и безумные люди. ненормальные, непохожими на этот мир, на этих людей. Бог дышит где хочет. Голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И так бывает со всякими рожденными от Духа. Слушай, мы рождены оттуда и нам надо находиться там. вас хотят оттуда свести, чтобы ты думал как они, жил как они, поступал как они, мечтал как они. Будь безумен. Будь безумен Христа ради. Этот алкоголик увидел, что я пастырь. откуда я ему не рассказывал, он моих проповедей не смотрел, его зацепил Иисус. Понимаете меня? Я хочу, чтобы мы цепляли этот мир, чтобы они шли и провожали нас, чтобы они слушали нас, потому что его слушали. Слушайте, ну и вторая половинка. Моя воля творить моя пища. Волю пославшая меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца разрушите свои стереотипы, представления. А я вам говорю, настало время уже. Нам надо выставлять палатку в эту субботу. Нам надо думать глобально, нам надо думать о молодежном служении, нам надо расти, нам надо умножаться. Мы не можем уже сидеть на месте, мы не должны сидеть на месте. Иисус здесь. Господь на этом месте. И я должен находиться здесь. Вы знаете, ты видишь проблему, а я вижу. Где мы? Скажи, я из вышних. Аллилуйя. А не из нишних, а я из трудящихся. каждый из нас достой награды. О, у него есть награда для тебя. И я не говорю об этом. Мы из вышних. Я не всегда получу. Я из вышних. Аллилуйя. Вы меня не понимаете. понимаете? Молодцы. Мне нравится эта женщина. Когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там два дня. А проходил. что заставила ненормальная женщина, которую выбил Иисус из его мирка. Послушайте, я так хочу, чтобы некоторых здесь выбил Иисус из их мира, для того, чтобы ты понял, что безумно Христа ради. Эта женщина привела целый город к нему. Пускай этот город небольшой, но и Борисполь не маленький, небольшой город. И мы верим в это. Безумный Христа ради. Я хочу, чтобы вы поняли, эта женщина не останавливается, она продолжает всем говорить. Во зацепила ее. Я хочу, чтобы ты услышал. Женщине же той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали, узнали. Но если бы не эта женщина, я хочу, чтобы ты услышал. если бы не те, которые молились, если бы не те, которые стояли в проломе, если бы не от тебя зависит многое. Мне уже рассказали чуть-чуть, Наташа рассказывала по дороге, как мы ехали, когда о чем проповедовала Нэнси. И она говорила о том, что она молилась целую неделю, ходатайствовала за этот город, в каком-то году непонятном. А? 17 лет назад. И вы знаете, ну с того момента я получил откровение ехать. Я не знаю, я с ней не договаривался. Мне так и не хотелось сюда ехать. Но Иисус проходит мимо, и Он даже не заходит в этот город. Но это безумная женщина. Ой, я не сравниваю себя с Иисусом, увольте. Я просто тот носитель, который Его сосуд. И Он здесь, в этом городе уже есть. Некоторые ожидают Иисуса Христа, а Он уже здесь. Я уезжаю, Он здесь. Я приезжаю, Он здесь. Поверь мне, на домашней группе, Он здесь. Он везде, где есть Его дети, уже не по твоим речам верую. Но кому уже верую? Аминь. что сами знаем, Он Тот, Который дал мне спасение, Который освободил меня от алкоголя, наркотиков или еще чего-то. Мы уже почувствовали, мы вкусили, как благ Господь. Мы познали, что Он велик. Кто из вас может сказать Аминь? О, Аллилуйя. Еще громче можете сказать Аминь. Бог благ. Молодцы. И я хочу, чтобы вы всегда говорили, вы знаете, я хочу переслушать то, что вам пророчествовали. Знаете почему? Потому что я не ожидал, что такое прекрасное у вас служение будет. Потому что я хочу, чтобы вы были участниками пробуждения. Участник пробуждения. участник пробуждения. Участник пробуждения. Ученики пришли в город. Секрет. Ученики пришли в город, знающий Иисуса Христа. И ни один человек не пришел с учениками. Они же ученики. Второй секрет. Все ученики оставили и только женщины стояли не ученики были верными. Знаете, верность проверяется в испытаниях? Но Иисус благоволил к ученикам, потому что через них должно прийти пробуждение. Они должны стать духовными, они должны будут поклоняться в духе истине, они должны будут искать сами. И это сами наступает в день пятидесятницы. Привет пятидесятникам. Мы пятидесятники. Все мы пятидесятники. Я не останавливаюсь на баптизме. Я иду пятидесят числа. О, я также верю в харизму. Харис. Благодать. Дух Святой. Я на этом тоже не останавливаюсь, потому что некоторые зациклились на этом. Благодать, 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 благодать. И они ничего не знают. Они живут в этом, но они не живут этим. И я некоторым сегодня скажу, слушай, надо уже поклоняться в духе истины. Надо снова войти в это состояние духа истины. Потому что бывают разные периоды в нашей жизни. И каждого из нас есть такой период, когда мы чувствуем застой. Но это Бог отошел от нас только для того, чтобы мы снова искали его в духе. Я не хочу застоя. Что-то здесь не то. Я поклоняюсь, поклоняюсь на горе, но она меня уже не удовлетворяет. Вы знаете, когда-то Израиль весь поклонялся на горах? А потом перешли в Иерусалим. Скажи Аминь. Мне нравится слово Аминь. Аллилуйя. Хорошо, я уже заканчиваю. Мы сейчас будем что-то делать. Ты готов менять свою жизнь? готов войти в дух? Не надо звать там, кто находится. Не надо никого звать. Если вы здесь, выходите сюда, в группу прославлений. Там не зовите никого. Мы сейчас что-то будем делать. мы споем одну песню. Я не знаю, какую вы песню споете на поклонение. Выбирайте сами. Но мы споем все вместе. После этого попросим Господь, сделай что-то через меня и во мне. я хочу перемены, чтобы наступили через меня в этом городе, в этих людях. Я хочу, чтобы эти перемены наступили. Готовлю это делать. Давайте встанемся.